Уважаемые слушатели, добрый день! Меня зовут Александр Прокопчук, я являюсь заместитель начальника отдела по работе с клиентами Управления проектной деятельности Центра развития и поддержки экспорта Моспрун. Наш центр является одним из институтов поддержки, обеспечивающей развитие экспортов потенциала московских производителей. На основе потребностей экспортеров специалисты нашего центра анализируют целевые рынки, подбирают потенциальных покупателей, проводят переговоры и организовывают соответствующие бизнес-мероприятия. Российско-таджикские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер и поступательно развиваются в различных областях. На вебинаре мы поговорим о потенциально московских компаниях на рынке Республики Таджикистан, о юридических нормах и правовых аспектах ведения бизнеса. Позвольте приглашить нашего первого спикера, заместителя торгового представителя Российской Федерации в Республике Таджикистан, Корнаухова Егора Юрьевича. Егор Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились стать нашим сегодняшним экспертом. Уважаемые слушатели, пишите интересующие вас вопросы в чат. В конце мы выберем лучшие и зададим их Егору Юрьевичу. Егор Юрьевич, здравствуйте. Вам слово. С чего хотелось бы начать? Наверное, с общих моментов для того, чтобы сформировать в целом понимание аудитории о том, как на данном этапе обстоят дела в Республике Таджикистан. У нас есть небольшая презентация, которая максимально, скажем так, в общем виде отражает какие-то основные моменты, специфику Республики, специфику ее рынков. И по этой презентации тогда и планируется пойти. Соответственно, если по окончанию моего доклада возникнут какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Ну, что хочется сказать о Таджикистане. Таджикистан – это самое маленькое государство в субрегионе Центральная Азия с населением порядка 10 миллионов человек. Граничит республика с Узбекистаном, Киргизией, Китаем и Афганистаном, официальными языками является таджикский. И второй по популярности распространению – это русский язык. Крупные города вы также видите на слайде, средняя зарплата, рейтинги, географические данные также отражены. В целом, если говорить о Таджикистане, то в прошлом году с Таджикистаном имели торгово-экономические связи 67 субъектов Российской Федерации. И Москва вошла в топ-10 этого рейтинга, заняв второе место и обеспечив чуть более 10% всего российского экспорта. Это, если говорить в натуральном выражении, порядка 85 миллионов долларов. Москва отличилась не только как регион, но и на уровне отдельных компаний. Мы по итогам 2020 года составляли определенные шорт-листы с наиболее выдающимися патерами. И вот из московского региона, именно из Москвы, компания ООО «Транском» и ООО «Восток Импекс» заняли достаточно высокие позиции в этом рейтинге. Экономика Таджикистана представляет собой то, что мы видим на этом слайде. Соответственно, внутривоеваловый продукт за прошлый год составил почти 8 миллиардов долларов. Инфляция составила 9,4%. Внешнеторговый оборот составил 5,5 миллиардов долларов. Ну и сальдо внешнеторгового оборота составил 1,7 миллиардов долларов. Сальдо отрицательное, что свидетельствует о том, что Таджикистан, конечно, больше импортирует, чем экспортирует. Ключевыми отраслями в экономике Таджикистана является агропромышленный комплекс, гидроэнергетика, горная добыча и промышленность. Драйвером, естественно, является агропромышленный комплекс с учетом специфики местонахождения географических и климатических особенностей региона. Что еще хочется сказать? Ну, на этом слайде вы можете ознакомиться с ключевыми предприятиями Таджикистана, соответственно, в тех отраслях, которые были перечислены раме. Как мы видим, есть и национальные предприятия, есть и предприятия совместные, таджикско-канадские, таджикско-американские, таджикско-китайские, ну и так далее. Соответственно, агропромышленный комплекс представлен в республике более, скажем так, мелкими фермерскими хозяйствами. Крупных игроков на данном рынке нету, и этот рынок характеризуется наличием множества так называемых дэхханских хозяйств, которые производят большую часть соответствующей продукции. Если говорить о сотрудничестве России и Таджикистана, то мы за последние годы отмечаем определенный рост. Рост товарооборота в основном складывается за счет роста российского экспорта, за счет роста инвестиций российских, за счет, соответственно, переводов физлиц, которые, мигрантов, которые трудятся на территории Российской Федерации. Правовая база для этого также достаточно серьезная. В России с Таджикистаном подписано более 150 межстрановых соглашений, которые охватывают совершенно разные области сотрудничества, в том числе и торгово-экономическую. Как мы знаем, Таджикистан – это член СНГ, так же, как и Российская Федерация. Соответственно, на внешний торговый оборот, в том числе, положительно сказывается и беспошлиная торговля, которая между нашими странами активно протихает. Ну, если говорить по группам поставок из России в Таджикистан, то на этом слайде вы можете ознакомиться со статистикой за прошедшие три года, с 2018 по 2020 год. Вот мы можем заметить, что в 2020 году продовольственные товары, психоз сырье показал достаточно хороший рост, но и другие тоже категории не отстают. Это металлы, это древесина, целлюлоз, бумажные изделия, ну и другое. У нас, в свою очередь, из Таджикистана традиционно экспортируется в Российскую Федерацию несколько видов продукции. Это машины, оборудование, продукция химической промышленности, ну и более, скажем так, традиционные для региона наименования товаров, такие как хлопок, овощи, фрукты, ну и различные другие сельскохозяйственные культуры. Что хочется сказать, если мы говорим о специфике, да, специфике работы на рынке Таджикистана, да, что нужно понимать, что нужно знать, на что нужно обратить внимание. Ну, действительно, если мы глубоко, да, остановимся на аспектах работы в Республике Таджикистан, это, наверное, формат мероприятия будет достаточно обширный, поэтому я сейчас постараюсь какие-то базовые, такие основные вещи обозначить, да, ну, может быть, уже в дальнейшем, тогда, если появится вопрос, мы прокомментируем как-то дополнительно. Ну, как и в любой, как и на любом, да, экспортном рынке, есть определенные преимущества, да, есть определенные особенности, там, минусы, кому как удобно называть, которые необходимо иметь в виду при выходе на экспортные рынки. Соответственно, какие преимущества, да, какие преимущества выделяет вот так предство для работы на территории Республики Таджикистана? Ну, первое преимущество – это специальный режим реализации инвестиционных проектов. Что это значит? Ну, соответственно, если есть у потенциального экспортера, да, или потенциального инвестора какие-либо планы по реализации соответствующих инвестиционных проектов, то на уровне правительства достаточно приветствуется практика заключения всевозможных инвестиционных соглашений. Да, на соглашениях предусматриваются всевозможные преференции для будущего инвестора, какие-либо гарантии, да, какие-либо налоговые послабления, ну и так далее, да, чтобы обеспечить безопасность, да, предсказуемость ведения бизнеса на территории Республики Таджикистан. Правительство вот идет на эти шаги, идет, делает эти шаги, и, соответственно, такие прецеденты есть, есть такие прецеденты заключения вот подобного рода соглашений и с Российской Федерацией, и с другими иностранными инвесторами, ну и так далее. В общем, такой механизм действительно существует и всячески себя зарекомендовал. Еще один традиционный, да, так скажем, преференциальный механизм, который существует, да, он достаточно распространен, в принципе, во всех, да, скажем так, странах, и Таджикистан тоже здесь не является исключением, это свободные экономические зоны. Таких зон в Таджикистане четыре, они, если мы рассматриваем карту Таджикистана, расположены, ну, примерно, наверное, перпендикулярно друг другу, да, в разных концах республики, в тех, на тех площадках, где потенциально торговые потоки, да, инфраструктура позволяет осуществлять наиболее комфортное и прибыльное ведение бизнеса. Соответственно, в этих свободных экономических зонах льготы и преференции примерно плюс-минус такие же, которые, как и на других рынках, как и в Российской Федерации, это налоговые послабления с точки зрения освобождения от НДС, с точки зрения земельного законодательства, с точки зрения, там, подключения к всевозможным коммуникациям, ну, и так далее. Соответственно, у каждой из четырех свободных экономических зон есть соответствующие сайты, соответствующие ресурсы, и при желании вы можете легко там с помощью интернета ознакомиться с конкретными условиями конкретной свободной экономической зоны. Еще один преимуществом, да, ведения бизнеса в Республике Таджикистан, ну, сейчас, в связи с последними событиями, это преимущество, да, возможно, будет возникать, там, провоцировать в некоторых экспортерах какие-либо вопросы, но, тем не менее, его отметят, ну, соответственно, это возможность расширения рынков сбыта в самом суперегионе за счет, в первую очередь, экспорта в Афганистан. Действительно, из Таджикистана, с Афганистаном прямое автомобильное сообщение, торговля традиционно здесь ведется, она велась и, соответственно, при предыдущем режиме, и до него, так или иначе, в том числе, приграничная какая-то деятельность, она осуществляется. Сейчас, как вы знаете, с последними событиями есть некие сложности, но, тем не менее, мы надеемся, что после того, как ситуация более-менее нормализуется, вот эта возможность, да, выхода на рынок Афганистана, да, с территории Таджикистана, она все-таки будет иметь место, да, и будет являть собой некую привлекательность, да, для того, чтобы задуматься о том, чтобы экспортировать продукцию в Таджикистан с дальнейшим реэкспортом. Следующим преимуществом ведения бизнеса в Республике Таджикистан – это освобождение от уплат на налогов, увозных таможенных пошлин для импортного сырья. Но, естественно, здесь имеется в виду те соглашения, которые у нас есть в рамках СНГ, да, как мы знаем, соответственно, торговля межстрановая, СНГ ведется на беспошлиной основе, да, а сертификатом, соответственно, подтверждающим происхождение того или иного товара является сертификат, который в ТПП выдается во всех странах по форме СТ-2. Ну и преимущество ведения бизнеса именно для российского импорта – это тоже некие налоговые преференции. Ну, зачастую вот эти налоговые преференции, они реализуются, конечно, за счет соответствующих там инвестиционных соглашений и погружаются именно в них. Помимо преимущества, как и на любом рынке, в любой странах, да, есть некие особенности ведения бизнеса, которые экспортерам могут быть невидны, находясь в стране пребывания. Ну, торговля для этого, в первую очередь, наверное, и создано, да, чтобы, находясь в той стране, в которой оно базируется, оценивать вот эти особенности, предупреждать представителей бизнеса о том, что они существуют, да, комментировать как-то, ну и подсказывать пути использования этих особенностей, да, и, скажем так, нивелирования, да, каких-то, если мы говорим о негативном их окрасе. Ну, к таким вот особенностям, в первую очередь, мы традиционно относим необходимость использования кредитивных форм расчетов при заключении экспортных сделок и всевозможных механизмов, механизмов страхования. Ну, ни для кого не секрет, да, что эти механизмы, в первую очередь, позволяют защитить поставки, да, своей продукции от недобросовестного исполнения обязательств соответствующей стороны договора. Мы отмечаем, что среди запросов российских компаний достаточно, ну, на определенной, скажем так, частоте, да, там, с определенной периодичностью, но, к сожалению, так или иначе возникают вопросы о том, что кто-то не оплатил в срок или не исполнил какие-то свои иные обязательства, да, предусмотренные договором. Поэтому, исходя из того опыта, который у нас есть, мы, конечно же, вот такую рекомендацию выдаем и стараемся каждый раз при каждом выступлении на каждой площадке подчеркивать этот момент, что это обезопасит, да, скажем так, ведение бизнеса, в том числе, с Республики Таджикистан. Еще одной особенностью, да, которую нужно иметь в виду и которая, к сожалению, сохраняется на текущий момент, но есть некие тенденции по ее изменению, является особенность, связанная с увеличенными сроками поставки продукции и стоимости, да, ее поставки. Конечно же, здесь речь идет о логистическом обеспечении доставки соответствующих грузов в Республику Таджикистан. И в чем тут дело? Ну, так или иначе, с Республикой Таджикистан существует авиационное сообщение, существуют железнодорожные сообщения и существует автосообщение. Вместе с тем, с учетом того географического положения, которое Республика занимает, да, в Центральной Азии, существует некая проблема логистического тупика. Она связана в первую очередь с тем, что через Республику Таджикистан в очень ограниченном количестве проходят соответствующие транзитные группы. Соответственно, доставка в Республику Таджикистан той или иной продукции, это зачастую доставка именно в Таджикистан, да, и нередки случаи, когда соответствующий транспорт вынужден из Таджикистана уже возвращаться к пораженнику. Так или иначе, тенденция соответствующая, она потихонечку начинает меняться. В Республике Таджикистан действует несколько компаний-перевозчиков, которые занимаются именно транспортировкой грузов, в том числе из России, да, помимо СНГ, из стран Европы, Турции и так далее. Есть соответствующая ассоциация автомобильных перевозчиков, которые, ну, работают над тем, чтобы вот эти вот издержки по доставке соответствующих грузов, они все-таки, конечно, уменьшались, потому что сейчас зачастую в конечной цене продукции достаточно серьезные проценты занимает доставка в Республику Таджикистан. Ну, а самым популярным транспортом, да, для поставок продукции в Республику является автотранспорт. Какие еще особенности есть? Есть определенная особенность финансирования проектов, это тоже нужно понимать. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Ну, если мы говорим об инвестировании в Республику Таджикистан, да, не о поставках конкретной продукции на экспорт, а именно о реализации всевозможных инвест-проектов или даже поставках каких-то больших, да, поставках продукции для нуждам строительства или развития инфраструктуры, то зачастую подобные проекты, там, в 90, да, процентах случаев условно реализуются, конечно, за счет тех средств, которые предоставляют международные финансовые институты и организации. Ну, можно долго рассуждать о том, с чем это связано, но так или иначе. Соответственно, на территории Республики Таджикистан вот эти международные финансовые организации представлены достаточно широко. Особенно хочется отметить те организации с помощью, ну, в закупках, да, за счет средств которых российские экспортеры и инвесторы могут участвовать напрямую. Это Евросийский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Соответственно, здесь никаких ограничений нету. Если есть потенциальный потребитель, да, российской продукции, если он находится, да, то привлечение финансирования именно этих международных финансовых институтов не влечет за собой каких-то ограничений по, скажем так, национальности экспортера. Вот, но тем не менее мы отмечаем, что российские компании, есть случаи, когда они участвуют с помощью, ну, всевозможных механизмов, там, регистрации, например, представительств в третьих странах и в закупках, которые финансируются за счет финансовых институтов, членами которых Российская Федерация не является. Это Азиатский, например, банк развития. Вот, к примеру, недавно были поставлены по этой линии радиолокационные оборудования. Вот, соответственно, особенность такая существует, вот, ее нужно иметь в виду, нужно иметь в виду, что даже при ее наличии есть некие механизмы, которые позволяют, ну, скажем так, обойти ее в абсолютно легальной форме. Еще одна, да, немаловажная особенность, это особенность, связанная с конвертацией валют. Ну, скажем так, последние, наверное, пару лет в Таджикистане в определенном смысле наблюдается некий дефицит, да, иностранные валюты, соответственно, могут возникать некие задержки, да, по плате конкретных договоров, если они заключены, там, соответственно, не в национальных валютах, к примеру, да, а там в долларах США, евро или какой-то иной валюте. Соответственно, мы здесь отмечаем, что нередки случаи, когда оплата задерживается именно по причине того, что потребитель, да, продукции сталкивается с проблемой конвертации. Вот, ну, соответственно, здесь мы, наши рекомендации использовать, опять же, авансовые, да, какие-то формы расчета, да, которые позволяют соответствующим образом застраховаться от неполучения этих средств и поставлять свою продукцию на экспорт уже, конечно, с учетом полной, да, авансовой оплаты. Ну, соответственно, немного тогда, немного расскажу о нашей миссии, так как торгового представительства, почему мы здесь находимся, да, для чего мы нужны, и как те задачи, которые перед нами стоят, могут использовать наши экспортеры, которые заинтересованы в экспорте в Республику Таджикистан. Ну, соответственно, торговое представительство Российской Федерации в Таджикистане базируется в городе Душамбе, является административной, скажем так, единицей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Целью нашего здесь пребывания, безусловно, является содействие, всяческое увеличение взаимного товарооборота. Ну, в первую очередь, конечно же, за счет российского экспорта, ну и, соответственно, исходя из этой задачи, у нас есть несколько функций, которые мы исполняем, и с помощью которых мы стараемся помогать компаниям, в том числе московским, выходить на рынок Республики Таджикистан, оказывать им всяческую поддержку и стимулировать, да, заключение соответствующих договоров. Что мы можем? Мы можем соответствующим образом проконсультировать по законодательству Республики Таджикистан. У нас соответствуют, у нас установлены соответствующие информационные базы, мы активно следим за изменениями таджикского законодательства, как из местных СМИ, так и из неофициальных, скажем так, источников, да, там, по линии взаимодействия с Министерством юстиции Республики Таджикистан и так далее. То есть, соответственно, наиболее полную информацию, да, о действующих актах, да, о том, как они интерпретируются, как они применяются, в том числе в судебной практике, мы соответствующим образом можем предоставить. Немаловажная функция у нас есть и по содействию в поиске потенциальных партнеров и проверке их благонадежности. Что здесь имеется в виду? Ну, при возникновении, да, у компании желание экспортировать в ту или иную страну в соответствующую продукцию, да, первым шагом, наверное, будет поиск благонадежного контрагента, который обеспечит максимально, как бы, эффективное, прибыльное трактацию, ну и дальнейшую работу. Соответственно, у нас есть ряд инструментов, благодаря которым мы можем проверить соответствующего контрагента, проверить его налоговую задолженность, проверить его статус, не находится ли он, скажем, в стадии ликвидации, да, или не инициирована ли процедура банкротства, или в целом, да, какая у него репутация в бизнес-среде Республики Таджикистан. То есть вот такие вот короткие справки, которые могут быть весьма полезны, да, прежде чем заключить соответствующий контракт по поставке продукции, мы можем предоставить. Что еще, да, что еще, чем еще мы можем помочь потенциальным экспортерам? Содействие и сопровождение участия в выставочных и ярмарочных мероприятиях. Ну, Республика Таджикистан здесь не является уникальным государством. Здесь проводятся и выставочные мероприятия, и ярмарочные мероприятия. Соответственно, участие в этих мероприятиях с помощью торгпреста зачастую может для экспортера быть более эффективным, да, и иногда даже может выражаться в том, что это будет более дешевым, да, то есть наши, соответственно, возможности позволяют нам напрямую выходить на организаторов выставок, да, обсуждать с ними всевозможные условия участия российских компаний, ну и так далее. Соответственно, информация о планируемых выставочных и ярмарочных мероприятиях у нас также исчерпывающая, мы ее регулярно публикуем на своем сайте, она у нас есть в соответствующем и презентационном виде, и в текстовом виде, то есть если у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, welcome, мы всегда можем проконсультировать по этим мероприятиям, подсказать, вот с этим проблем, соответственно, нет. Еще одной нашей функцией является конституционная поддержка, участие в государственных участках, тендерах и закупках. Что тут имеется в виду? Мы, исходя из задачи увеличения поставок нашей российской продукции, на регулярной основе проводим мониторинг всевозможных конкурсов, тендеров, которые проводятся по линии частных заказчиков и по линии государств. Соответственно, наиболее интересные тендеры мы публикуем также на своем сайте, где вы можете в любой момент времени зайти, посмотреть, кто разыгрывает тендер, какие условия участия в этом тендере, ну и так далее, какая-то там необходимая для поставщика информация. Помимо того, что публикуется на сайте, у нас есть и более расширенная база по этим тендерам, где мы можем более подробно предоставить информацию об, скажем так, исчерпывающем перечне тендеров, которые в данный момент в республике проходят. Почему это важно? Это важно в первую очередь потому, что большинство государственных тендеров по линии госзакупок, имеется в виду, которые организовываются, они проходят в республике, как уже ранее я отметил, за счет средств, привлекаемых из иностранных финансовых организаций. Соответственно, это требует определенных знаний и определенных подходов к участию в этих тендерах. Вот соответствующую консультацию вы в торпе всегда можете получить, всегда подскажем вам, являются ли вот эти средства, на которые соответствующий тендер разыгрывается, так или иначе окрашенные, так какими-то иностранными финансовыми организациями, какие шаги там следует предпринять, чтобы поучаствовать в нем. Еще одной нашей функцией, которая, ну, даже по моему, да, какому-то опыту, наиболее часто, да, востребована среди наших компаний, это подготовка аналитических материалов об условиях вывезения бизнеса. Что имеется в виду? Ну, соответствующим образом торпедство анализирует запрос, который поступает в его адрес на предмет условий ведения бизнеса в Республике Таджикистан, на предмет особенностей технического регулирования Республики, на предмет налогового законодательства, каких-то таможенных аспектов, ну и так далее, так далее, так далее. То есть очень широкий спектр вопросов, на которые у нас есть компетенция, да, и полномочия отвечают. Соответствующие запросы мы стараемся рассматривать максимально быстро, да, с учетом того, что промедление, да, скажем так, во внешнеторговых сделках дополнительно, да, какие-то издержки несет, поэтому эта система у нас отлажена, пожалуйста, пользуйтесь этой функцией, мы всегда готовы, всегда открыты, вот. Ну и, соответственно, предпримем все шаги, чтобы максимально эффективно помочь вам выйти на рынок Республики Таджикистан или сохранить свое присутствие здесь, да, или решить какие-то там иные вопросы. Ну вот об иных вопросах, да, тоже стоит, наверное, что-то сказать. Нередкие случаи, когда возникают какие-то споры между контрагентами, да, какие-то непонимания, связанные с неисполнением или недобросовестным исполнением контрактов, обязательств. Здесь мы, соответственно, тоже стараемся помогать российским организациям, стараемся, ну, максимально, да, содействуем в судебном урегулировании каких-либо вопросов, возникающих между российскими и таджистскими компаниями. Ну и соответствующие компетенции у нас тоже есть, вот с нами присутствует здесь Антон Александрович, Сергей Сергеевич, он, да, он у нас признанный специалист в соответствующем вопросе, поэтому если у вас возникнут, да, какие-то вот такие сложности, чего бы нам, конечно, не хотелось, то вы тоже на нашу поддержку можете рассчитывать. Ну и на последнем слайде, соответственно, наши реквизиты. У нас, как у любой современной организации, есть адрес электронной почты, есть соответствующий телефонный номер и есть даже факс для тех, кто предпочитает связываться, да, по факту. Ну и, соответственно, QR-код при наведении камеры вашего мобильного телефона вы автоматически будете в браузере вашего телефона переадресованы на сайт нашего торгового представительства, где можете подробно ознакомиться с новостями, которые, да, в сфере бизнеса в Республике Таджикистан происходит, ознакомиться со спецификой регион, посмотреть, какие мероприятия планируются в Республике Таджикистан, ознакомиться с тендерами, ну и так далее. Все соответствующие контакты на сайте также есть. Спасибо за внимание. Будем надеяться, что выступление было интересным и познавательным. Егор Юрьевич, благодарим вас за ваше выступление. Я также напоминаю, чтобы наши зрители не забывали писать нам вопросы в наш чат. И давайте перейдем к последующему блоку нашего сегодняшнего вебинара. Абубакр Бабахонович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об особенностях ведения бизнеса в Республике Таджикистан с юридической стороны. Вам слово. Абубакр, а не могли бы, пожалуйста, включить микрофон? Вас не слышно. Я извиняюсь на техническую такая проблема. Я прежде всего хотел бы поблагодарить Егора Юрьевича за очень интересный и такой тщательно сделанный анализ. В принципе, он обстоятельно рассказал о многих вещах, которые я хотел бы затронуть в своем выступлении. Ну, я постараюсь как бы скомпоновать и более кратко уложиться в тот период времени, который мне выложен для того, чтобы дать свое выступление. Прежде всего, я хотел бы познакомить себя. Меня зовут Абубакр Аномов. Я являюсь председателем международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан. Эту должность я занимаю с мая этого года. До этого я более 14 лет работал начальником управления гражданского, экономического и социального законодательства Министерства юстиции Республики Таджикистан. Имею опыт работы в судебных органах, в том числе, в высшем экономическом суде и так далее. И по ходу своего выступления, в качестве того, что я говорю о гармонизации, я хотел бы отметить, что правильно отметил Егор Юрьевич, мы действительно дружественные страны. И эта дружественность отражается не только на взаимоотношениях человеческих, но и взаимоотношениях в области юридических норм. То есть подробнее я хотел бы остановиться именно на том моменте, что наше сотрудничество между Россией и Таджикистаном, оно основывается на уровне межпарламентской ассамблеи СНГ, на уровне парламентских взаимоотношений между Государственной Думой и Нижней и Верхней Палатой Республики Таджикистан. И все законы, которые у нас разрабатывались по опыту работы, почему я затронул именно свой опыт работы в Министерстве юстиции, все законодательство, оно очень сильно гармонизировано и при подготовке и утверждении новых законов мы пользуемся модельными законами, которые были утверждены, и мы пользуемся именно теми наработками, которые идут к нам на уровне двух стран, то есть на уровне дружественного сотрудничества. Поэтому, в принципе, все, что касается регистрации, деятельности бизнеса, у нас практически аналогичное законодательство, может быть, там где-то в мелочах, в деталях, может быть, где-то в части использования электронного документа оборота, может быть, где-то в части использования каких-то новых технологий, российское законодательство ушло более вперед, но в целом законодательство, оно как бы соответствует друг другу, и правильно было отмечено предыдущим выступающим, что на самом деле у нас существует очень множество двухсторонних договоров, в соответствии с которыми бизнес практически освобождается от уплаты дополнительных расходов. В том числе у нас есть генеральное соглашение о избежании двойного налогообложения, и есть более-таки конкретные соглашения. Поэтому в части регистрации я хотел бы еще отметить, что у нас регистрация бизнеса в Республике Таджикистан в той же форме, ну, в виде акционерных обществ, общества ограниченной ответственности, в виде филиалов и представительств, и при этом отсутствует государственная пошлина, не требуется устава организации для того, чтобы вы зарегистрировали. То есть это устав, это личный документ организации, который может быть подготовлен в течение одного года после государственной его регистрации. То есть сделано все, чтобы упростить, насколько это возможно, бизнес, вхождение на наш рынок. Что касается трудовых, налоговых, таможенных отношений, практически та же ситуация, те же, в общем-то, законодательные акты, которые регулируют законодательство наших стран. Вот. Это уже для меня второе выступление, и я в ходе первой такой встречи, я сделал вывод о том, чтобы нужно говорить о том, что может быть препятствием, или какие могут быть лайфхаки. Это были очень интересные вещи, потому что очень много организаций, которые дают юридическую консультацию, есть много данных в интернет-ресурсах, где можно получить любой закон и любую нужную информацию. Но есть вещи, которые выступают в ходе анализа. Очень хорошую работу делает торговое представительство России в Таджикистане, когда анализирует возможные риски и возможные моменты. И вот мы тоже, в свою очередь, как международный коммерческий арбитраж, мы мониторим судебную практику. То есть мы хотим узнать, с какими рисками может... Причем судебную практику экономических судов, для того, чтобы на будущее планировать, какие могут быть иски в нашей системе, какие могут быть споры между инвестором и таджикским партнером. И что очень интересно, вот я недавно, правда, мы этот вопрос еще глубоко не изучали, просто я хотел бы вам немножко об этом рассказать. Недавно буквально мы обратили внимание, что очень много в экономических судах споров об интеллектуальной собственности. То есть получается, что значит, дистрибьютор определенной торговой марки, допустим, той же Пепси-Кола, или какие-то другие сладости, или что-то, какая-то определенная торговая марка, ее дистрибьютор здесь регистрирует этот товарный знак. Вот. Регистрирует товарный знак, после того, как она прошла регистрацию, он может... Причем этот человек может быть не обязательно предпринимателем. То есть это человек, у которого я... Насколько я так понял, это не профессиональные предприниматели этим заниматься, то есть это привели свои профессии в такую. Значит, они регистрируют несколько товарных знаков и ждут определенного момента для того, чтобы этот товарный... Категория этого товара поступила на территорию Таджикистан. Значит, и после этого подается иск в экономический суд о защите авторских прав и тому подобное. Здесь необходимо отметить, что на сайте таможенного комитета есть определенные данные, определенная информация о, значит, о регистрации товарных знаков, которые пользуются защитой интеллектуальной собственности. Но в связи с тем, что этот сайт, он платный, да, то есть размещение этой информации на таможенном сайте является платным, не вся информация имеется на сайте. То есть это необходимо обращаться непосредственно в национальный патентный центр, который дает, значит, свидетельство о регистрации товарного знака. И причем получается такая ситуация, что и одно дело, если ты, например, закупил самого заводного производителя, а если ты этот товар закупил у дистрибьютора, например, на территории Российской Федерации и перенаправил его в республику Таджикистан, то получается эксклюзивный дистрибьютор на территории республики Таджикистан может признать, что ты незаконно вез, да, и это как бы требует, поэтому это вот один из моментов, который при экспорте учитывался и проводился в начале какая-то аналитическая работа именно по этому поводу. Вот. И в целом, чтобы не было каких-то определенных рисков. Вот. Или тот же самый спор, да, между Рошин и фабрикой Бабаева, сказать, о том, что именно вот конфетки коровка это зарегистрированы Рошином и как бы они не имеют права быть проданы на территории Республики Таджикистан под названием именно коровка, да, под этим товарным знаком. То есть вот эти моменты тоже как бы они в принципе можно их отследить, можно по ним поработать и я хотел бы на это обратить внимание. Ну, а в той части, которая касается насколько возможно экспортировать товар, я полностью согласен с Егором Юрьевичем, понимаете, сейчас на уровне вот именно тот момент, который был отражен в предыдущем выступлении, это касается именно Афганистана. То есть на уровне того, что в данный момент пришло новое правительство, новое руководство Талибан к власти и все вот эти торговые связи, которые были на государственном уровне наложены, они практически разрушились и одним из основных центров для того, чтобы поставлять продукцию, может стать Таджикистан. Тем более, что северная часть Афганистана, которая относится к Паншер, где находится Ахмад Масуд, эта территория как бы она с той стороны от Талиба будет блокирована, и ей нужны будут подставки всех товаров народного потребления в ближайшее время. Поэтому, я думаю, здесь спрос повысится. Уже на рынке Таджикистана ощущается недостаток определенных товаров, поэтому, я думаю, что это важный посыл для экспортеров, для бизнеса Таджикистана. Ну, это вкратце было то, что я хотел сказать. В принципе, с Антоном Сергеевым мы заочно знакомы, как бы, мы пытаемся взаимодействовать. Вот, Сегорий Юрьевич нас сегодня познакомил, и мы практически делаем одну и ту же работу, и мы открыты для сотрудничества, мы открыты для того, чтобы оказывать наиболее продуктивную помощь, для того, чтобы с каждым из партнеров, независимо от страны его пребывания, работать индивидуально и помогать для того, чтобы бизнес развивался и наше взаимодействие было еще более дружественным. Спасибо за внимание, я думаю, что на этом я заканчиваю. Абубакар Бабахонович, спасибо вам большое за ваше выступление. Коллеги, я тогда на этом предлагаю завершить наше сегодняшнее мероприятие. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех наших спикеров и напоминаю, что в ближайшее время запись нашего вебинара будет доступна на официальном сайте нашего центра пром.москва и на нашем YouTube-канале «Эксперты об экспорте». Подписывайтесь и ставьте уведомления о новых видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы оперативно узнавать актуальные новости внешнеэкономической деятельности в России и в мире. Для получения мер поддержки пишите на нашу почту info.sobako.prom.moskau. Идеи и предложения будем рады получить на нашу почту askmesobako.com.moskau. Следите за нашими новостями и до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...